Начиная с детского возраста, когда люди только учатся познавать окружающую их действительность, они уже начинают как-то классифицировать объекты вокруг себя, то есть делить их на какие-то группы. И можно сказать, что классификация — это некое базовое свойство нашего мышления и нашего языка. Естественно, классификации характерны для любой науки. Если вы занимаетесь, например, органической химией, вам нужна классификация органических веществ. Вы делите их на белки, жиры, углеводы, например. Если вы лингвист, занимаетесь языками, вам нужна классификация языков. Вы их делите на языковые семьи, группы. В любой науке совокупность изучаемых объектов нужно поделить на какие-то группы и объединить их в систему. Этими задачами занимается дисциплина, которая называется систематика. В биологии это, соответственно, биологическая систематика. Биологическая систематика существует столько, сколько вообще существуют попытки научного познания живой природы. Одним из первых систематиков в античном мире был Аристотель, который написал труд, который называется «История животных». Это первый обзор многообразия животных на Земле. Он пытался делить животных на какие-то группы, например, на водоплавающих и сухопутных, сухопутных, в свою очередь, на летающих и наземных и так далее. Классификаций таких может быть много разных. Одни и те же объекты мы можем классифицировать, как это называется, по разным основаниям. Например, животных мы можем делить по размеру на микрофауну и макрофауну, например, а можем делить их по типу питания, например, на травоядных и хищников. Растения мы можем делить по жизненным формам, на травы, кустарники, деревья, можем делить их на хвойные и лиственные, например. Мы можем классифицировать живые существа по редкости на широко распространенные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения. Это тоже классификация, она тоже нужна для составления красной книги, например, для охраны редких видов. То есть любая классификация может быть полезна для какой-то практической цели, но во всех естественных науках ученые всегда пытались разработать так называемую естественную классификацию, которая не была бы придумана человеком для какой-то цели, не была бы искусственной, а была бы придумана самой природой, как бы существовала благодаря объективным законам окружающего мира. Хорошим примером естественной классификации является периодическая система химических элементов, таблица Менделеева. А группы в ней, и химические элементы в ней разделены на группы и периоды не потому, что так удобно для какой-то цели, не потому что Менделеева так захотелось, а потому что он смог увидеть объективный закон, которому подчиняются химические элементы, и благодаря которому их возможно разделить на такие группы, объединив такую систему и не в какую-то другую. То же самое в мире живых организмов. Биологи долгое время пытались разработать естественную классификацию, которая бы не была придумана человеком, а существовала благодаря объективным законам живой природы. Сейчас практически всеми признано, что такой естественной классификацией в биологии должна являться эволюционная классификация на основе родства живых организмов друг с другом. Это значит, что мы берем живые организмы, объединяем их в группы с ближайшими родственниками в эволюционном смысле. Дальше мы эти группы объединяем в более крупные группы с более дальними родственниками и так далее, выстраивая иерархию групп или таксонов по родственности. Если изобразить это в графическом смысле, такая классификация будет выглядеть как эволюционное дерево, по математически говоря граф, в котором ветви будут группами животных или растений, живых существ, и разделение этих ветвей будет обозначать произошедшее в какой-то момент времени эволюционное разделение этих групп. Группа самого высокого ранга, самый крупный таксон в современной биологической систематике называется домен. Сейчас доменов выделяют три разных. Первый домен — это эокариоты, это все организмы, в клетках которых есть ядро, растения, грибы, животные, человек, естественно. Второй домен — бактерий, одноклеточные организмы без ядра. И домен — архей, это тоже одноклеточные прокариоты, долгое время их относили к бактериям, но потом обнаружилось, что это совершенно другая группа, у них своя история, и это ветвь на эволюционном дереве, которая делилась на самой заре эволюции. Далее внутри доменов выделяют таксоны более низкого ранга — это царства, типы, порядки, семейства, роды. И базовой единицей биологической систематики является вид. А что такое вид в биологии, на каком основании нужно объединять живые существа в виды — это совершенно неоднозначный вопрос. В разное время на него отвечали по-разному, и однозначного ответа на него, наверное, никогда и не будет. Можно выделить несколько основных концепций того, что такое вид в биологии. Первая концепция называется типологической. Она действительно была первая в том смысле, что ее использовали ранние биологи. Эта концепция говорит о том, что у каждого вида есть некий образ типичного представителя, некий набор характерных черт, которые являются типичными признаками представителей этого вида. Есть известная история о том, как Платон определил человека. Он сказал, что человек — это двуногое животное без перьев. Это классический пример типологического определения вида, некий набор характерных черт, в данном случае двуногость и отсутствие перьев, которые определяют некоторый образ представителя этого вида. Вообще, историческая типологическая концепция вида тесно связана с античными мыслителями, как раз с Платоном и Аристотелем, в том числе с концепцией Платона о разделении мира идей и мира реальных объектов, что есть некоторые идеальные сущности и есть реальные объекты, которые являются отражением этих идеальных сущностей. В типологической концепции вида как раз эти идеальные сущности — это некоторые типичные представители, а реальные особи, животные и растения должны соответствовать типичным представителям видов. Другая концепция вида называется номиналистическая. Она говорит, что никаких типичных представителей нам не надо, никаких наборов характерных черт нам не нужно для разделения видов. И вообще видов в природе не существует, существуют только реальные особи, растения, животные, они отличаются друг от друга. Эти различия мы можем измерить и на основе этих измерений уже объединять разные организмы в виды. Как мы их будем объединять в виды, зависит только от нас, мы выбираем критерии. Виды — это не реальные существующие в природе единицы, а это просто некий конструкт, придуманный человеком для того, чтобы рассматривать сходные группы особей. Помимо этих двух существует третья концепция вида, которая в общем-то сейчас скорее доминирующая. Называется она биологическая концепция вида, и она основана на эволюционной идее, берущей начало с Чарльза Дарвина. Биологическая концепция вида говорит о том, что виды существуют все-таки в реальности, это реальные единицы, но критерии принадлежности живых организмов к одному виду — это не какое-то там соответствие типичному образу, а скрещиваемость. Если организмы способны скрещиваться и давать плодовитое потомство, они принадлежат к одному виду. Если не могут, то к разным. Понятно, что именно эта биологическая концепция вида очень неплохо согласуется с идеей вот этой естественной эволюционной классификации. То есть если группа живых существ по каким-то причинам перестает скрещиваться с другими особями этого вида, например, какая-то популяция животных переселилась в удаленное место, возникла репродуктивная изоляция, они начинают осваивать новые условия, адаптироваться к ним, и со временем на эволюционном дереве может возникнуть новое разветвление, возникает новый вид. Собственно, этим и занимается эволюционная систематика — выясняет положение групп живых существ на эволюционном дереве и их родство друг с другом. В последние десятилетия у эволюционной систематики появился очень мощный инструмент для этих задач — это методы анализа ДНК, генетические методы. Сравнивая определенные гены живых существ друг с другом, мы можем достаточно точно определить степень их эволюционного родства, возникла геносистематика — направление, которое занимается классификацией живых существ исключительно на основе сродства их генов. Для биологической систематики это означало настоящий переворот, который продолжается до сих пор. Классификация под воздействием генетических методов очень сильно изменилась. Многие привычные таксоны изменили свой ранг, поделились на много разных, и этот процесс продолжается до сих пор. Привычные всем, например, царство простейших, царство одноклеточных эукариот сейчас перестало существовать. Нет никакого царства простейших, есть множество групп очень разных организмов, некоторые из которых друг с другом менее родственные, чем растения с животными, например. Благодаря генетическим методам многие виды и достаточно неплохо изученные виды живых существ разделились на несколько разных. Речь не только о каких-то простых жизненных формах, а о бактериях или простейших, речь идет в том числе о высших животных, о многих неплохо изученных млекопитающих, например. Например, слоны, про которых долгое время думали, что есть два вида — африканский и индийский слон. Благодаря генетическим методам обнаружилось, что африканский слон представляет собой два, а то и три разных вида. Жирафы, которых считали одним видом, тоже поделили из-за анализа их ДНК на четыре разных вида сейчас. Многие классические биологи систематики достаточно болезненно воспринимают процесс вторжения ДНК-методов в систематику. Действительно, процесс замены долгого кропотливого труда ученых механистичным анализом генов выглядит как довольно серьезное упрощение, может быть, неоправданное обращение в чем-то и редукция методов систематики. Однако ДНК-методы очень прочно вошли уже в биологическую систематику, и современная классификация во многом основана именно на анализе генов. Стоит предполагать, что со временем конфронтация между классической систематикой и геносистематикой будет снижаться и будет выработано некоторое их гармоничное существование, которое позволит выстроить более правильное и более полное эволюционное древо жизни.